Слушайте, ухахатываюсь на Соловьева, оказывается, готовилось покушение. Об этом стало известно накануне. Злодеи собирались лишить жизни света чроссейской свободы слова посредством хлопка автомобиля, на котором тело передвигается. Но оперативники ФСБ предотвратили замысел плохишей. Сам Путин в курсе ситуации, терпя информационное фиаско в РФ. Запад перешел к попыткам убийства журналистов. Молвил главарь, даже не знаю, как мне на ООН реагировать. С одной стороны, да кому этот упырь нужен, а вот с другой нужен же, оказывается. Я ему покоя не давал давно. Это такая, знаете, довольно забавная история. Когда-то Зеленский пытался устроиться на наш канал, ведущим. Не хватило таланта, да, на телеканал России. Не хватило таланта, чтобы стать ведущим у нас на телеканале. Максимум, на что хватило, это чтобы быть президентом бандеровской державы. А вообще-то, как заметили некоторые мои коллеги, все логично. Если отвлечься от мысли, будь то заказчик Зеленский, и предположить, что реальный заказчик находится чуть ближе, мертвый герой. Кругом враги. Идеальный сюжет для призыва сплотиться вокруг пока предотвратили. Но вы же понимаете, враг коварен и жесток. А коллегам несостоявшегося отрицательно выжившего намек, очень даже прозрачный, не все время. Либеральным прозападным наймитам отдуваться рано или поздно потребуется более сакральная жертва. Начинаем! Продолжает сыпаться советское наследие, ЧП в Оренбургской области. Там в результате взрыва на руднике Гайского ГОКа погибли люди. Официальная версия следствия о нарушении техники безопасности при проведении пиротехнических работ, я, впрочем, думаю, что причина не в этом. И сейчас объясню почему, а дело в том, что с конца 80-х эти шахты по всей России только эксплуатировали, а вот денег в них никто никогда не вкладывал, тем более в безопасность. Тут осыпалось, там рухнуло костыль какой-нибудь, воткнули, вот и вся безопасность газом запахла. В лучшем случае работы на пару недель приостановили, законопатили проблемные места телогрейками, трудимся дальше. Меры предосторожности приняты, согласитесь, каждую вторую советскую шахту одной фразой, ведь можно охарактеризовать, кролик оказался старый, для убоя непригоден. У нас же только на бумаге уделили особое внимание. Провели внеплановые проверки, увеличили финансирование. А на деле каждый раз одно и то же вот такие новости с заветным постоянством читаем, и что-то мне подсказывает в обозримом будущем. Подобных мессенджей станет появляться больше, а вот, кстати, буквально через сутки случилось на шахте Ярунокопская на Кузбассе. Произошла авария на водоотводе, в районе аварийного участка находились 11 горняков, 10 по итогу вышли на поверхность, 1 погиб. Это реальная журналистика, давно не виделись, не дождетесь. Поехали! На юг России предлагаю переместиться, где Росавиация в юбилейный 10-й раз продлила запрет на полеты в 11 аэропортов пока до 1 мая. О каких городах речь? Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липец, Кростов, Надону, Симферополь, Элиста. Это уже привело к тому, что россияне массово начали отказываться от поездок в Крым и на курорты Краснодарского края будущим летом отменяются брони в гостиницах и минус 20% на сегодняшний день. Пропагандистов, впрочем, уже мобилизовали. Ребята наперебой рассказывают сказки о множестве прекрасных мест в скрепдержаве помимо Черноморского побережья. На отдых в горы поток туристов региона Кавказа за 2 месяца вырос почти на треть. При этом цены на некоторых местных курортах остались почти на уровне прошлогодних. Вдвое увеличить кэшбэк за туры на Дальний Восток. С таким предложением к правительству накануне выступил президент страны Владимир Путин. Но мы-то с вами понимаем, что это чушь собачья, конечно же, людям, живущим на севере. В Сибири и на Урале хочется солнца, хочется морского воздуха, хочется фруктов. На кой лятом эти горы или Ставропольские плантации с подсолнухами? А жители курортных городов на побережье им что делать? Ведь не секрет, что такие города кормят именно курортный сезон вот эти вот полгода с мая по октябрь. Для них время деловой активности как потопаешь летом, так и полопаешь зимой. Сегодня те люди оказались в заложниках. В заложниках у ситуации сделать ничего не могут, да и обнадежить туристов им нечем. Ну действительно, я бы тоже не стал планировать отпуск, например, в Крыму, тем более с семьей. Когда я вообще ни в чем не уверен, во-первых, непонятно, как туда добираться. Сколько еще будут отменяться полеты, во-вторых, ведь непонятно, когда закончится так называемая спецоперация. Там же стреляют неподалеку. И куда эта стрельба сместится к июню, к июлю, одному богу известно. Так нафига, козе баян? А вы, простите, вот вы уехали из Донецка, вы сейчас где живете? В Санкт-Петербурге. Пригожин Евгений Викторович подарил небольшой красивый домик. Подарки от партии «Единая Россия» в студию. Садитесь. Это у меня, это у меня все, вот. Где сын ваш? А вы в каком классе? В 11. Вы заканчиваете? Да. От партии «Единая Россия» просили передать вам сертификат на поступление в высшее учебное заведение. Всероссийский центр «Орленок» передает вам путевку для ваших детей. Зачем я показал этот фрагмент? Похоже, что лозунг «Крым наш» уходит в прошлое. Теперь у скрипцов новый лозунг «Донбасс наш». Крымские восторги, по всей вероятности, отправляются на свалку истории. Кстати, в этой связи становится понятной возня, случившаяся на прошлой неделе вокруг госпожи Поклонской. Напомню, мадам снова появилась на публике и снова начала высказываться не по утвержденному сценарию и даже, о ужас, произнесла несколько теплых слов в адрес украинцев. Вот по мне, так это буква «З» символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это беда. За что тут же попала в немилость, на этот раз мадаме, вероятно, точно достанется по полной. Начнем с того, что от Поклонской мгновенно открестился ее начальник, глава Россотрудничества Примаков, ну да, внук того самого, который сказал, ничего не знаю, она там сама где-то ходит, какие-то интервью раздает без спроса. В парламенте Крыма подняли шум, прозвучали даже такие призывы, как арестовать, лишить госнаград, отправить под суд. Переговорил с Владимиром Андреевичем Константиновым, приняли решение лишить всех званий, регалий, орденов, званий почетных граждан, городов, районов, всех деятелей Украины, которые запятнали себя в части проведения специальной военной операции. И ведь высекут публично. Не уверен, конечно, что посадят, но высекут, а теперь с вашего позволения выскажу свое мнение. Но происходящее действительно к Поклонской можно относиться как угодно, и тем не менее лично я бы ее охарактеризовал как беззлобную, одураченную, ура, патриотку, которая действительно повелась в 2014-м на сказки и популистские политические лозунги, которая действительно не поняла, куда она вообще влезла. Она, как мне кажется, правда верила, что начавшиеся с референдума на полуострове процессы, это процессы во имя справедливости. Поэтому и шашкой махать начала, направо и налево, ищая эту самую справедливость. Ей пытались намекнуть, мол, остынь. Сперва убрали с должности прокурора Крыма, задвинув в Госдуму. Она там продолжила какую-то справедливость искать. Убрали и оттуда послом в Тиму Таракань, затем вообще с глаз долой в непонятное Россотрудничество снова начала. Все превратились в Павликов Морозовых. Теперь, видимо, совсем сливать станут. Могу даже с вами забиться по этому поводу, сейчас объясню. Короче, я с этого как раз начал свое повествование о Няше. Вот ватники очень любят этот лозунг «Главнюк своих не бросает». Да не бывает в политике никаких своих равно, как и друзей там не бывает. Там есть попутчики, которые бегут рядом до нужного им поворота. А если совсем по-русски, там есть просто нужные люди, которые нужны здесь и сейчас, на короткий период. Госпожа Поклонская, наглядное тому доказательство, она как раз таким нужным человеком выступила на пальцах. Когда Крымской весне понадобилось человеческое лицо, которое можно было красиво продать электорату, кремлевские политехнологи нашли вот эту вот Наташу, а что красивая девочка, на серьезной мужской должности, с непростой судьбой, на нее уже там покушались несколько раз. Лучшие картинки для пиар-хода под названием «Крым наш придумать было нельзя». Так Няша стала олицетворением той самой Крымской весны, но времена меняются. То есть все течет, все меняется. Крымскую тему отработали, страна нуждается в новой патриотической повестке, а значит и в новых героях. Да и Наташа становится токсичной, поэтому отправят ее по всей вероятности туда, куда отправляется любая отработка, любая ненужная вещь, мягко говоря, в корзину. Хотя Поклонская ведь не одна такая, туда же в корзину. Ребятишки уже много кого отправили, да отправят еще в Соловьева, да, добрым словом в самом начале вспомнили. Впрочем, об онам предлагаю поговорить в следующих выпусках, пока переваривайте услышанное сегодня. Все, это была Реальная журналистика, подписывайтесь на наш канал, лайки, репосты приветствуются, они помогают продвижению видео. В соцсетях тоже жду, например, в Телеграме, ссылку оставлю в описании, в закрепленном комментарии. В друзья добавляйте темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за Сим спешу откланяться, пока. Пока!